Уважаемые коллеги, у меня такое завершающее сообщение. Наверное, подведёт итоги всем тем опциям лекарственным, которые мы имеем на сегодняшний момент в отношении больных, создающих распространёнными формами меланомы. Ну, в принципе, с чего начать? Разумеется, если мы видим пациента с распространённой формой меланомы и их кожи, это начиная с третьей стадии, четвёртой, разумеется, первый этап, это уже не вызывает никаких сомнений, это определение проведения молекулярно-генетического исследования. В первую очередь, единственным стандартом является выявление наличия мутации в гене Биераф. Разумеется, если мы говорим о таких крупных центрах научных, как институты научно-исследовательские и так далее, крупные учреждения, имеющие развитую лабораторию молекулярной генетики, конечно же, крайне желательно выполнять и больший спектр генетических исследований, это, наверное, мутации в гене НРАС и ЦИКИД, по крайней мере, для того, чтобы пациентов рассматривать и на предмет возможности участия в различных клинических испытаниях, которые во всём мире активно проводятся. Ну, начиная с третьей стадии, ещё раз повторю, определение мутации в гене Биераф должно быть обязательным. И, разумеется, только в сертифицированных лабораториях. Что мы… да, ну такая же позиция, она, в принципе, отражается во всех рекомендациях. Я здесь буду, скажем так, дублировать, наверное, рекомендации отечественного. Отечественные рекомендации, которые представлены, разработанные… Не работает. Разработанные обществом онкологов-химиотерапевтов русско. Они, по-принципу, подтверждаются практически всегда рекомендациями международными НССН и рекомендациями ЭСМО. Первый этап всегда – это исследование мутации в гене Биераф и предпочитительно даже использовать именно методический очаг для определения этого. В том случае, если мы определяем, подтверждаем наличие мутации в гене Биераф, наверное, первый этап, который не вызывает ни у кого сомнений, ни у нас, ни в других ведущих центрах во всём мире, это всё-таки оценить не только наличие мутации, но и общий статус пациента. Ожидаемая продолжительность жизни, насколько быстро темпы прогрессирования заболевания мы отмечаем, насколько выраженное распространение в организме, поражены ли жизненно важные органы, печень, головной мозг, имеется ли такой негативный маркер, как повышенный уровень ЛДГ. То есть нам, наверное, имеет смысл хотя бы так вот схематично разделить пациентов на две когорты. Пациенты, у которых заболевание развивается более спокойно, у которых мы ожидаем стабильное состояние без ухудшения в течение ближайших трёх месяцев с малогрессивным течением, и на пациентов, для которых необходимо быстрое достижение лечебного эффекта из-за, скажем так, угрозы, непосредственной для их жизни со стороны прогрессирующего злокачественного процесса. Ну, здесь в рекомендациях НССН просто, как раз-таки, первым этапом то же самое отмечено. Это оценка именно ожидаемых прогнозов в отношении конкретного пациента. Если мы подтверждаем наличие... Если мы подтверждаем ухудшение самочувствия пациента в ближайшие три месяца, с наличием множественных вестеральных метастазов, поражением головного мозга, наличием высокого уровня ЛДГ и наличием мутации БИРАФ, то, конечно же, никого не вызывает сомнений, что наиболее оптимальным типом лечения для этого пациента является таргетная терапия, не вызывает сомнений большая эффективность комбинации БИРАФ и МЕК-ингибиторов, и возможный вариант – это использование БИРАФ-ингибиторов в монорежиме. Это уже отражено в отечественных рекомендациях применения таргетной терапии и предпочтительное назначение ингибиторов БИРАФ и МЕК, также в рекомендациях, уже разработанных для этого года, и, конечно, они будут подтверждены и в рекомендациях следующих лет, это именно комбинированное применение препаратов. То же самое в рекомендациях НССН. Если мы хотим добиться быстрого эффекта, то таргетная терапия направлена на данный сигнальный путь. Если мы по каким-то причинам не можем использовать таргетную терапию у пациента с вышеперечисленными характеристиками, конечно, следующей наиболее оправданной опцией для пациентов этой группы является участие в клинических исследованиях. Поэтому все ведущие центры в России, в мире, разумеется, это активный набор пациентов, имеющих характеристики, и имеющие, может быть, мутации, помимо, хотя я не буду говорить, это возможность участия в клинических испытаниях. Здесь позиция клинических испытаний, как возможная опция, она тоже представлена в качестве первой линии терапии. И если мы не можем провести тот вариант лечения таргетной терапии, не можем включить пациента в клинические исследования новых препаратов, то возможность, наиболее, скажем так, доступной, наверное, в Российской Федерации, это применение цитостатиков или комбинации цитостатиков и цитокинов, энтроликина или энтерферона, мы также имеем возможность применять. Но эта опция, она отражена и в рекомендациях ЭСМА. Возможно назначать цитотоксические препараты у тех пациентов, если в отношении которых таргетные препараты невозможно использовать из-за их недоступности или если клинические исследования также для пациента недоступны. Если мы имеем мутацию в генебираф, но имеем стабильное состояние, ожидаемое стабильное состояние пациента в течение ближайших, по крайней мере, трёх месяцев, малоагрессивное течение, или пациент не имеет мутации в генебираф, какая наиболее оптимальная опция? Я думаю, сейчас уже не вызывает сомнений. Это или монотерапия блокаторами ПД1, или комбинация неволумаба и эпилемумаба. Если мутации в генебираф присутствуют, и даже при стабильном, спокойном течении заболевания, вариант применения таргетной терапии, его никто не оспаривает, он абсолютно имеет такое же скомптекравное право на существование. Хотя, я думаю, что по нашему клиническому опыту, наверное, в этой ситуации мы выберем вариант лечения, начинающиеся с иммуно-онкологических препаратов. Клинические исследования – да, конечно. И возможность применить цитостатиков и цитокинов также не отрицается. Эти же варианты отражены и в рекомендациях НССН. В принципе, я думаю, что мы понимаем, что отечественные рекомендации, они, как правило, базируются на международных рекомендациях. Если мы провели первый вариант лекарственной терапии и имеем признаки прогрессирования, то какие возможны варианты при наличии мутации в гене Бераф и при отсутствии этих препаратов в первой линии, конечно же, их использование во второй линии. Это возможность применения иммуно-онкологических препаратов. И здесь уже позиция эпильмумаба. Мы видим, что он перешел уже во вторую линию лекарственной терапии. Это клинические исследования, конечно же. Это химиоптерапия и цитокины. При наличии тех генетических дефектов, о которых я говорила, в частности, мутации в гене ЦКИД или мутации в гене НРАС, мы можем пытаться использовать и мутации в гене ЦКИД, мы можем использовать и мотиниб. Мутация в гене НРАС – это, конечно же, пока еще опция клинических испытаний. Возможность применения высоких доз антроликина, к сожалению, не в России, но в мире она существует. И в том случае, если пациент к началу второй линии терапии, к планируемой второй линии химиотерапии, имеет просто ослабленное состояние с выраженной клинической симптоматикой, то, конечно же, может быть, наиболее оптимальной опцией для этого пациента будет просто наилучшая сопутствующая терапия, которая направлена на купирование симптомов без, скажем так, явного направленного противоопухолевого эффекта. Здесь, в принципе, те же самые варианты, они представлены и в международных рекомендациях. В принципе, объем, скажем так, вернее, диапазон лекарственных опций у нас довольно большой. Ну, наша, наверное, мечта и желание, как клиницистов, это возможность иметь их все под рукой и применять их в отношении наших пациентов с целью достижения наибольшего эффекта, наибольшего блага для наших пациентов. Благодарю за внимание. Спасибо, Анна Георгиевна. Пожалуйста, вопросы. Да, Михаил Иванович, пожалуйста. Большое спасибо. Очень все замечательно. А только не могли бы сказать, какая разница между рекомендациями и этими ЕСЕМИ, ввиду рекомендации НССН, Ашрусска и Европейские. Вопрос о разнице в рекомендациях. То, что они очень похожи друг на друга, без сомнений, нет. А разница существует какая-нибудь или нет? На некоторых других моделях рака разница и есть, и существенная бывает. Здесь зависит от того, какие препараты зарегистрированы в той или другой стране. Рекомендации НССН, они, конечно, наиболее полные. Те препараты, которые мы сегодня рассматриваем, они практически все и представлены в рекомендациях. Рекомендации нашей страны, то мы покажем, что мы имеем препараты таргетной направленности при наличии мутации Евгения Бераф. И, конечно же, в рекомендациях Русска написано «целесообразное назначение». То есть мы понимаем реалии нашей страны, мы не можем делать это в стандартном, приказанном, скажем так, порядке. Пока в рекомендациях Русска нет, конечно же, иммуноонкологических препаратов. Я думаю, что разработанный уже к этому конгрессу, к нашему онкологическому, уже будет внесен, по крайней мере, эпилиума, как загистрированный в России препарат. Он тоже займет свое место в качестве терапии второй линии. Но рекомендации НССН и ЭСМО, они практически не различаются. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Спасибо. Спасибо вам, Анна Игоревна. Спасибо.